Во Владимире отмечают Хануку. Конкурс детского рисунка, предметы быта и рассказ об одном из самых древних праздников, которые евреи отмечают по сей день. Все это можно было увидеть во дворце детского и юношеского творчества. История Хануки уходит корнями во второй век до нашей эры, во времена правления Александра Македонского, когда территория современного Израиля входила в состав Сирии, провинции Греческой империи. Но немногочисленные еврейские отряды победили греческую армию и освободили Иерусалим. И пришли в храм, чтобы зажечь минору в честь победы. Но храм был разрушен, храм был разграблен врагами. И не могли найти ни одного горшочка с маслом, а в то время использовали оливковое масло для зажжения миноры. Кто-то неожиданно где-то в каком-то дальнем уголке храма нашел маленький горшочек с маслом. Этого масла хватило бы всего на один день горения. Но случилось чудо и хватило на восемь. А за это время успели изготовить уже новое масло. Поэтому Хануку празднуют восемь дней, каждый вечер зажигая новую свечу. Дети играют волчок и наши дрейдл. Во времена греческого гнета ребята благодаря игре изучали буквы. На каждой грани дрейдла написана еврейская буква. Нун, гемель, хей и шин. Это начальные буквы слов фразы «Чудо великое было там». Еще один атрибут праздника – угощение – картофельные оладьи и пончики. Для моей семьи это национальный праздник, который помогает держать связь с моим государством Израиль. Так как я нахожусь территориально совершенно даже в другой стране, но вот эта ниточка, она соединяет меня с моим народом. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!